Продолжим выпуск. Новые фонари установят почти в 150 дворах. Напомню, в прошлом году столбы появились в 460. Но при этом лампочки в большинстве по-прежнему не горят, а опоры успели даже покоситься. Вот такая вот у нас площадка между домами Мира-7-1 и Мира-5-2. Раскопали нам тут 10 штук ям или 9 под фонарные столбы. Яма глубиной примерно в метр. Дети спокойно могут провалиться. Вон в полный рост даже сейчас сидят, играются. Что с этим делать? А это двор дома Бестужева-6. Фонари установили в начале февраля. Местные жители говорят, дело хорошее, но зимой такие работы не проводят. В результате лампочки по-прежнему не горят, а опоры уже покосились. Во дворе Бестужева-6 установили столбы, которые вообще практически не держатся. А кругом ходят дети, люди, машины. Все могут попасть. Надо как-то отнестись к работе красиво, но не так, что вот эти вот столбы теперь кто-то влево, кто-то вправо сможет. Конечно, хотелось бы, чтобы все переделали или доделали. Может, по-новой сделали. И после этого нужно все равно кто-то ответственный, чтобы принял по акту выполненных работ. А не так вот, знаете, сделали, закрутили и ушли. Не горят новые лампы и во дворе дома ИСТА-136. Кроме этого, из опор торчат провода. Всего в отдел ЖКХ с начала года поступило порядка 10 жалоб на уличное освещение. Есть моменты, где некоторые опоры, не только по Бестужева-6, есть опоры, которые наклонены. Но та компания, которая в прошлом году устанавливала эти опоры, согласно гарантии, сейчас все вот эти дефекты по опорам устраняются. Напомню, в прошлом году новые опоры установили по 460 адресам. Правда, когда подключат все, чиновники не знают. В 2020-м на фонари выделили 200 миллионов тенге. Это порядка 140 дворов. Такая же сумма предусмотрена на освещение радиозавода и лесозавода. Приступить планируют, как только определится подрядчик.